Всем нихао, друзья! С вами я, Эд Скайбер. За последние годы и даже месяцы китайские производители удивляют все больше и больше в хорошем смысле этого слова. Они внедряют новые технологии. Совсем недавно на канале я показывал, как Опа строила под экран камеру, да, и ее не видно. И это реально действительно очень-очень круто. Те бренды, к которым мы привыкли, которые были лидерами технологии и все такое, допустим, Samsung, Apple и так далее, они сейчас встают в стороночке и нервно курят пока что. И это Scrybe News. Совсем недавно в сеть, друзья, попала информация, на основании которой можно сделать вывод о предстоящем смартфоне Xiaomi Mi 10 и также дате выхода этого смартфона, который выйдет в следующем году, сразу забегая вперед скажу, но конкретно когда, вы увидите в конце этого видео. По предположениям, это будет самый лучший смартфон и, скорее всего, ему не будет равных, как кажется, в ценовой категории, потому что ценовая категория у компании Xiaomi, с ней всегда все в порядке. Уже известно, что флагманский процессор там будет восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 865. То есть новый, абсолютно топовый, построенный по 7-нанометровому техпроцессору с тактовой частотой 3,1 ГГц. Представляете, просто нереально мощнейший процессор. За видеографику будет отвечать видеоускоритель Adreno 730, и в Antutu вся эта комбинация будет убивать около 500 тысяч баллов. То есть просто космическая ракета. Не знаю вообще, вот просто можно подключить его к компьютеру и подгонять ваш старенький компьютер за счет этого телефона. Реально очень сильный и мощный-мощный-мощный процессор. Новинка в лице Xiaomi Mi 10 гарантированно получит версию на 8-128. Также будет версия покруче 12-256. Ну и, конечно, хотелось бы версию 12-512. Ну прям мега-мега топчик такой, да, самая-самая-самая навороченная. И карточки microSD в этом телефоне не будет. Ну, в принципе, зачем она нужна, если у вас встроенная сразу идет 128. А в качестве модема для подключения к сетям оператора будет использоваться X60 со скоростью передачи. Вдумайтесь, друзья, только 5 Гбит в секунду. 5 Гбит в секунду будет передавать этот телефон. Но это просто нереальная просто какая-то скорость. Все остальные модули у новинки Xiaomi будут более-менее такими сдержанными, но также они будут очень даже окей. Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, A-GPS 4G, GLONASS, Dual GPS и NFC уже по привычке. Это очень здорово, что Xiaomi ставит NFC, в принципе, в последние свои телефоны. Так, по поводу камеры. Камера будет четверная. Возможно, расположение будет вот таким квадратом, а возможно, они будут вытянуты. Слева сверху основная камера на 48 Мп, то есть такая самая-самая основная. Внизу слева идет широкоугольник на 20 Мп, угол градуса 117, а справа внизу идет телеобъектив на 16 Мп с 5-кратным зумом оптическим и также есть цифровой зум. Ну и четвертая камера остается справа сверху. Она будет дополнять основную камеру, делать более лучший динамический диапазон. Также HDR Plus там будет присутствовать. В общем, две эти камеры будут основная. И дополнительная камера будет работать в связке для того, чтобы сделать просто ультра-невероятные самые лучшие снимки. И эта вся комбинация рискует стать самой лучшей камерой на рынке или же войти в топ-5 лучших смартфонов с лучшей камерой на рынке 2020 года. Корпус. Корпус телефона окажется выполнен из сверхпрочного и износостойкого стекла корней Gorilla Glass 5-го поколения, а за подзарядку окажется в ответе интерфейс USB Type-C. Ну, здесь, в принципе, никаких вопросов. Все как бы по стандарту. Миниджека в этом телефоне не будет. В принципе, все к этому постепенно идут, хотя немногим это нравится. Данных о ебкости батареи пока что не разглашается, но мы знаем, что у компании Xiaomi самая распространенная батарея на данный момент это 4000 мАч. Компания Xiaomi и Redmi привыкла уже ставить именно эту батареечку, поэтому предполагаем, что батарея будет на 4000 мАч, но, возможно, она тоже будет каким-то образом улучшенная, сделана еще больше, которая держит еще лучше и так далее. По поводу экрана. Экран идет на убольшение, то есть становится все больше и больше. 6,5 дюймов, и это будет супер AMOLED. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран, и камера, возможно, как на разработке сейчас OPA, будет встроена в экран, и ее не будет видно. Вот это будет реально очень большой топчик. Ну и самое интересное, одной из особенностей нового флагмана станет поддержка MCTA 5G, которые к этому времени станут доступны уже в десятках стран мира по всему земному шару. И это просто-просто топчик будет, потому что интернет будет летать, друзья, с космической скоростью. А также радует, что прямо из коробки будет установлена операционная система Android 10Q, ну и, конечно, фирменная оболочка MIUI. Скорее всего, это будет 11-я версия. Интересный вопрос, друзья, который был затрон в заголовке. Дата выхода этого телефона приблизительно это будет 1 февраля 2020 года, плюс-минус 15 дней где-то вот в этом районе. Друзья, то есть чуть больше полугода нам осталось, чтобы увидеть этот нереально интересный смартфон. Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Обязательно делитесь своим мнением, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на этот канал, не забывайте про колокольчик и делайте репост этого видео. Друзья, вот такие вот новости. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.